сегодня я решила сделать шоколадный напиток вот он уже готов очень замечательный вкус я вам расскажу сейчас как это сделала значит я взяла литр полу обезжиренного молока и добавила примерно 200 грамм тростникового сахара добавила 3 белка и 75 грамм какао-порошка также я добавила примерно 20 миллилитров оливкового масла все это я сбила хорошо миксером и после этого поставила в печь в духовку чтобы проварить довести до кипения потребовалось где-то 10 минут чтобы довести полностью до кипения он закипел начал подниматься и когда он уже поднялся почти до края его убрала из печи и вот он теперь такой я попробовала удивительный вкус замечательный многие берут крахмал чтобы приготовить какао напиток шоколадный напиток еще называется по-итальянски называется чоколад то то есть шоколад но мне не очень нравится крахмал потому что он оставляет такой нехороший привкус не очень за сказать баллы с крахмалом и для шоколад для вот это какао напитку он конечно не очень годится а вот белки яиц замечательно потому что они вяжут и при кипении они как клей работают и не оставляют вкуса плохого оливковое масло придает такой аромат хороший и превращает этот напиток в настоящий шоколад поскольку шоколад обязательно должен содержать жиры то есть это должно быть растительное масло типа подсолнечного или вот я взяла оливковое потому что оливковый такой приятный такой аромат вкус такой оставляет соли ни в коем случае нельзя класть ни в коем случае и вот получила абсолютно удивительный вкусный напиток и так что мы брали для приготовления шоколада шоколадного напитка прежде всего конечно какао порошок какао порошок 75 граммов литр молока стоили 200 грамм красникового сахара примерно 20 грамм оливкового масла и 3 белка яиц значит как мы готовили мы взяли молоко добавили к нему какао порошок затем свежие яйца их вскрыли и обделили белок 3 белка и добавили молоко и в какао порошок затем добавили сахар и добавили оливковое масло после этого взяли миксер и все хорошо взбили миксер после того как образовалась гомогенная смесь в кастрюле я взяла кастрюлю на 2 литра как вы уже видели я поставила эту кастрюлю в духовку и в духовке все это варилось в течение примерно поднималось до кипения за где-то поднялось за поднялось 10-15 минут и когда вся эта жидкость начала подниматься потому что молоко поднимается при кипении я конечно я не ждала когда молоко убежала бы поверх кастрюли вот и вынулась из духовки и на этом варенье кончилось шоколада конечно я все время перемешиваю ну не все время а время от времени перемешивала ложкой столовой ложкой всю эту жидкость чтобы она не пригорала к дну значит почему мы взяли оливковое масло потому что оливковое масло оно заменяет масло какао бобов который является насыщенным жиром и в общем то не очень хорошо переваривается организмом и поэтому оливковое масло потом еще абсолютно замечательный аромат и вот это этот шоколад жидкий шоколад он замечательным почему шоколад потому что он содержит все компоненты шоколада то есть он содержит какао порошок он содержит жир жировая часть которая обязательно для шоколада в этом случае оливковое масло по вкусу мы добавили сахар но это не не является необходимым для изготовления шоколада и молоко молоко это чтобы приготовить напиток белок как вы уже слышали служит для склеивания всего вместе и все получается очень замечательно потом если вы хотите все таки в общем то образовался где-то литр и 200 миллилитров всего это достаточно много если вы хотите так сказать сохранить на следующие дни на то можно поставить в морозилку возьмите кефирный стаканчик пластмассовый и туда налейте эту жидкость и поставьте в морозилку за несколько часов до потребления выйти из морозилки и у вас будет замечательный напиток нагрейте его до горячего состояния и все будет здорово потом можете по вкусу добавить в этот шоколадный напиток сливки взбитые сливки уже в индустриальном варианте и прекрасно для гостей это замечательно увидите что вашего растения очень понравится да и вам самим как и так приятного аппетита и до новых встреч записывайтесь на наш канал вас приглашаем свидание